МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Аномальная жара пришла в Нижегородскую область. Как защитить себя от солнца? Не бьёт дважды в одно и то же место. Кому не грозит гроза? Вековой юбилей. Саровчанке исполнилось 100 лет. Далее расскажем обо всём подробно. Аномальная жара пришла в Нижегородскую область. В ближайшие несколько дней воздух раскалится до 30 градусов и выше. Особенно сильный удар погоды нанесёт в выходные, когда столицу Приволжья захватит атмосферный фронт из Центральной Азии. Как спасаться от аномального тепла, расскажем далее. В этом году лето не радует нас солнцем и тёплыми днями. Тем не менее, после продолжительных дождей солнце вновь печёт с новой силой и на улице становится жарко. Высокая температура воздуха оказывает серьёзное влияние на организм человека и переводит к перегрузке всех систем и органов. Особенно страдают дыхательные, сердечно-сосудистые и мочеводелительные системы. Для того, чтобы избежать перегрева, тепловых и солнечных ударов, соблюдайте нехитрые правила. В первую очередь наладьте питьевый режим. Всегда носите с собой бутылочку с водой, чтобы защитить организм от обезвоживания. Избегайте сладких, газированных и алкогольных напитков. В дни сильной жары старайтесь не выходить на улицу без необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 15 часов. Воздержитесь в это время и от интенсивных физических нагрузок. Чтобы не простудиться, избегайте сквозняков и не пейте очень холодную воду. Соблюдайте режим приёма лекарств, если у вас есть хронические заболевания. Также составляйте своё меню на основе лёгкой пищи. Ешьте больше фруктов, овощей, рыбы, курицы и холодных супов. Ограничьте потребление жирной, острой и копчёной пищи. Помните о правилах санитарной гигиены. Тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой, а мясо и рыбу обязательно проваривайте. В жаркие дни носите лёгкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку, солнцезащитные очки. Не забывайте использовать и солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от негативного влияния ультрафиолета. Как вообще понять, нужен ли солнцезащитный крем или нет? Вы заходите в любое приложение погоды, ну, любое, и там смотрите такой вот, есть значок ультрафиолетовый индекс. Так вот, если ультрафиолетовый индекс 2 и выше, соответственно, нужно использовать солнцезащитный крем. Нужно наносить, во-первых, в необходимом количестве, это где-то 5 мл, то есть 1 чайная ложка на лицо и шею. При длительном нахождении на солнце и после купания солнцезащитный крем необходимо обновлять. Специалисты рекомендуют использовать средства с фактором защиты от 30 до 50. То жара, то ливни. Климатические качели этим летом не даются ровчанам расслабиться. Как правило, с жаркой погодой в наш город приходят ливни и грозы. Согласно мировой статистике, каждый год удары молний уносят тысячи жизней. Что делать во время грозы и как уберечь себя от удара молнии, расскажем далее. В большинстве регионов России наблюдаются угрозы с мая по сентябрь. Стихийное явление может возникнуть внезапно и застать человека на улице врасплох. На открытой местности шансов встретиться с молнией гораздо больше. Электрический разряд чаще всего попадает в одиноко возвышающийся объект. Это может быть дерево или человек. Поэтому, если оказались во время грозы в лесу, садимся под низкорослое дерево или куст. То же самое делаем в городе, если укрыться негде. Зонт во время грозы лучше сложить, потому что он может сработать как антенна и притянуть к себе молнию. Это связано с тем, что зонт частично сделан из металла, который в свою очередь хорошо проводит электрический ток. И это не излишняя осторожность. Внимание, кадры реальные. Украшения, серьги, пояса, браслеты, кольца лучше снять. Кроме того, стоит избавиться от ключей в кармане. Старайтесь избегать антенн, линий электропередач и металлических ограждений. Также сотрудники МЧС предупреждают разговаривать по мобильному телефону во время грозы. Плохая идея. Желательно отключить гаджет, пока молния не обойдет стороной. Если гроза застала вас в автомобиле, специалисты советуют его не покидать. Переждать грозу лучше внутри, закрыв окна и опустив антенну радиоприемника. При наличии мотоцикла или велосипеда стоит положить их в сторону и отойти на 20-30 метров. Лучшее укрытие все же это какое-либо строение – магазин, аптека или подъезд. Поэтому старайтесь как можно быстрее спрятаться в здании. Правила безопасности при грозе напомнили Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Самый зрелищный звездопад в этом году пройдет 13 августа, сообщили в планетарии имени Гречка. В этот день метеорный поток Персииды достигнет максимума. Можно будет увидеть до 140 метеоров в час. Лучшее время для наблюдений перед рассветом. Другая важная информация в подборке – коротких новостей. Ставка НДФЛ будет единой для всех сотрудников, включая удаленщиков и фрилансеров – 13-15%. Поправки к налоговому кодексу подписал президент Владимир Путин. Также введут НДС при долевом строительстве апартаментов, а туроператоров освободят от НДС при продаже туров по России. Новую волну коронавируса ожидают в Нижегородской области осенью. Это связано с сезонным подъемом заболеваемости. В то же время, по мнению специалистов, многое будет зависеть от погоды, которая установится в регионе. В Сарове появятся две новые спортивные площадки в рамках программы «Квадрат спорта». Первую разместят возле Ледового дворца. Там смогут заниматься ребята из близлежащих домов и хоккеисты. Вторую площадку построят около ОБЦ на территории Центра внешкольной работы. Оба объекта будут доступны для всех желающих. За плечами целый век. Столетний юбилей отметила саровчанка Александра Федоровна Сенина. В своем роду женщина – первый такой долгожитель. Внушительную дату именинница встретила в окружении родных. Вместе с ними юбиляршу поздравила и наша съемочная группа. Мы все поздравляем тебя с твоим юбилеем, с твоей круглой датой в 10 лет. С шутками, теплыми пожеланиями и цветами семья встречает столетие Александры Федоровны Сениной. Трое детей, пять равнуков, пять правнуков и даже праправнучка. Имениннице однозначно есть чем гордиться. Родилась Александра Федоровна в мордовском селе Гуляеве. После школы поступила в Саранское медучилище, по окончании которого познакомилась с мужем Василием Егоровичем. Село большое-большое. У них был поголовный ступной тиф. И нас туда всех отправили в командировку. И вот на подворных обходах я нашла ветеран войны. Он был ветеран войны, пришел уже с войны. Вот. И вот познакомились с ним. И мы долго с ним прожили. Ему всегда говорят, Сенин, ты большой, а у тебя что, шутка какая маленькая. А он всегда говорит, я никогда ее на такую небольшую не сменяю. Вслед за супругом Александра Федоровна приехала в Саров. Сначала работала медсестрой в поликлинике, потом устроилась на эту же должность в детской ясли номер 8, где проработала до пенсии. У женщины сохранилось множество воспоминаний о детстве и молодости в непростые военные годы. Отец был на фронте, мама рыла окопы. По словам Александры Федоровны, голод она не застала, благодаря обширному хозяйству и знакомым. Тетка работала на железной дороге, а там дядя был знакомый, а у них была своя пекарня. И вот там в этой пекарне вот такие вот эти караваи круглые пекли. Она принесет вот тетку вот этот хлеб-то. Всем поделили, вот этот хлебушек всем делили. Александра Федоровна всегда следит за новостями, с радостью принимает гостей и часто шутит. Говорит, что всегда важно оставаться легкой и позитивной, ведь возраст лишь цифра, если молот душой. Я что говорю, сто лет, а у меня морщин нет. Понимаете, вот сто лет, а у меня нет морщин. А другие, ну я раньше в молодости всякими мазюлками я никогда не мазалась. Какой есть, такой есть. Когда если уж на солнышко там загорю, может быть чем-нибудь вот сметаной помажусь или чем-нибудь, а всякими мазюлками я никогда ничем не мазалась. Вот у меня и нет морщин. Официально день рождения Александры Федоровны родители зарегистрировали 3 августа, но празднует она его 2 числа. Именно в этот день она появилась на свет и ежегодно принимает поздравления от родных и близких. Это любимая бабушка, бабуля, как я ее называю. Поэтому сто лет – это, конечно, очень круто, очень стильно. Мы любим ее все, мы ее очень-очень дорожим. У многих мордовских родственников Александры Федоровны нет возможности попасть в город, поэтому она продолжит принимать поздравления на выходных уже в Саранске. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. С 1 сентября Саровский медколледж открывает филиал на базе Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России в Нижнем Новгороде, где будут реализовывать программу подготовки «Сестринское дело» на базе 11 классов. Как проходит набор абитуриентов в этом году, расскажем далее. Учиться на год меньше. По новым стандартам срок подготовки специалистов по направлению «Сестринское дело» на базе 11 классов теперь составляет год и 10 месяцев. А выпускники 9 классов смогут освоить программу за 2 года и 10 месяцев. Также с 1 сентября Саровский медколледж открывает филиал на базе Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России в Нижнем Новгороде, где будут реализовывать программу подготовки «Сестринское дело» на базе 11 классов. Кроме того, наши студенты имеют возможность получить дополнительное профессиональное образование, реализовать себя в сфере медицинский массаж, сестринская косметология, функциональная диагностика. То есть множество направлений дополнительной переподготовки мы имеем возможность дать нашим студентам. Ну и кроме этого, у нас активная студенческая жизнь. Наши студенты вовлечены во все движения молодежные, которые есть в городе, которые есть в Нижегородской области. По сестринскому делу в этом году открыто 75 бюджетных мест. Бюджета на лечебное дело нет, но абитуриентам предлагают заключить договор на целевое обучение с клинической больницей номер 50 ФМБА России. КБО номер 50 приглашает выпускников 11 классов на обучение по специальности фельдшер. Расходы на обучение и выплату стипендий студенту оплачивает клиническая больница. Если вы хотите у нас обучаться, приходите в Саровский медицинский колледж по адресу город Саров, Нижегородская область, улица Зернова, 22. Приносите документы. Документ – это аттестат об образовании, о полном или о среднем образовании. Кроме этого, приносите 4 фотографии и документ, удостоверяющий личность. Подать документы можно дистанционно по почте. Дополнительную информацию можно получить по номеру 54650. Банк России проводит обсуждение в регионах проекта национальной стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения до 2030 года. Одна из таких встреч, где обсуждались предложения в проект стратегии, состоялась в Волговятском главном управлении Банка России. Подробности далее. Способность рационально управлять своими средствами – полезный навык в современном мире. Осваивают его на занятиях по финансовой грамотности. Стратегии повышения финансовой грамотности населения до 2030 года обсудили в Волговятском банке. Планируют разработать единую систему мониторинга деятельности по развитию финансовой грамотности в регионах. Также активно использовать инструменты социальной рекламы, в том числе для защиты пенсионеров и жителей с ограниченными возможностями здоровья от мошенников. Люди, которые непосредственно в регионах, в муниципалитетах работают каждый день с населением, очень хорошо знают и чувствуют проблемы, с которыми сталкивается это население. Поэтому цель нашей дискуссии сегодняшней – получить обратную связь на проект стратегии, как от национальных банков, имеется в отделении Банка России, так и от Министерства финансов, Министерства образования, просвещения наших партнеров, потому что стратегия у нас общая, работаем над ней сообща. Большое значение приобретает повышение финансовой грамотности взрослых людей, как части экономически активного населения. Один из примеров такой практики совместный с Ассоциацией развития финансовой грамотности проект на принципах корпоративного волонтерства «Тьютеры на предприятиях 2.0», начатый в Нижегородской области в прошлом году. Важно то, что тьютеры транслируют полученные знания своим коллегам и сами размещают уже этот просветительский контент на возможных площадках, на доступных именно им площадках, где они являются и пользователями, и владельцами этой корпоративной портали, соцсети, экраны, аудиотрансляции и так далее. И в итоге мы понимаем, что информационный охват получается у нас в разы больше. Обсуждение проекта стратегии в российских регионах продлится до конца августа. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА